здравствуйте мои хорошие сегодня хочу сделать маленький обзор о глоксиних которые у меня росли на подоконнике и которые росли на стеллаже большая разница большая разница вот мои хорошие посмотрите вот эти глоксини у меня росли на подоконнике и посмотрите как они все вытянуты какие они все вытянуты вот они вытянуты сейчас декабрь месяц идет сегодня какой 16 декабря декабрь месяц вот что с ними происходит взять любую глоксинию это еще и сорт конечно такой это колокольчик он сам по себе у меня все время почему-то такой вытянутый но вот такие длинные стволики вот на фитильном поливе тоже вон какой ствол длинный вот любую глоксинию взять вот пожалуйста видите вот они какие все не хватает света уже декабрь месяц зима не хватает света и вот они тянутся так теперь хочу вам мои хорошие показать здесь смотрите ой простите пожалуйста вот теперь хочу показать здесь они стоят на стеллаже и вот посмотрите какая разница вот видите вот они какие приземистые хорошенькие им хватает света и удобрений и света все у них хорошо вот они какие сейчас покажу вот у меня даже глоксиния начинает свистеть тоже сорт не знаю колокольчик когда-то раньше у бабушек покупала так и пишу до сих пор его белый колокольчик вот начинает свистеть сейчас еще покажу вот пожалуйста смотрите вот видите вот они какие все и хочу показать все таки разницу смотрите и это глоксиния вот что видите что значит свет что для человека что для растения всем нужен свет чтобы все было в достатке вот мои хорошие так теперь вот они маленькие начинают уже бутончики набираются я что хочу сказать у меня здесь и глоксинии практически все несколько только горшочка в котором на втором цветение остальные все выращенные с листика это все деточки это все детки идут вот у них еще только будет первое цветение это все с листочков идет вот по моему вот это у меня второе цветение вот посмотрите но вот второе цветение но она у меня стояла тоже сначала как сказать на окне стояла там маленькая подсветочка такая была его тоже она потянулась вот а потом уже когда я купила стеллаж и вот эти уже как бы уже поставил под стеллаж но вот все-таки видно разницу даже вот этим больше уже света досталось чем этой педалашки так что вот так что еще хотела сказать то вам так ну заодно может и покажу семена ой которые мои как сказать которые семена я сажала вот тоже они все сейчас стоят под этим как его вот надо уже пикировать стаканчики там 500 граммов и завтра пойду стаканчики куплю нужно уже в горшочке пикировать вот они уже тоже какие большенькие видите все стали но еще тоже что хочется мне сказать конечно все-таки здесь температура у меня не могу я ее никак нормализовать нервы в общем температуру у меня и 28 и 30 градусов получается конечно вот может быть еще поэтому вытягиваться на еще и как сказать декабрь месяц ведь ну конечно можно уж им чтобы уж не совсем уж такие были как весной весна сама весна краса но все равно я считаю что они нормальненькие хорошенькие станет и еще что хочу интересного сказать раньше когда у меня были глоксиния но были красивые хорошие сорта ну как сделать прибавку к пенсии я цветущие прямо такими шапочками красивыми уже глоксини были я выходила на рынок и штучки три-четыре продавала и каждый горшочек я продавала за 200 рублей шапка цветов клубень там хороший за 200 рублей продавала и в итоге я осталась сама без без сортов и вот у меня несколько осталось я листиками листиками снова насадила ну не знаю что сейчас получится хорошие сорта я продала я осталась сама так и теперь сама теперь буду вот заказала теперь сорта тоже хорошие так что сорта у меня будут что еще хочу сказать мои хорошие сейчас что-нибудь еще покажу но здесь вот я поставила еще несколько на фитильный полив вот так отмечаю это уж для себя я что идет водичка не идет водичка ну хотя вижу что шнурок на дне лежит естественно что водичка должна поступать вот они тоже такие видите вроде тоже все нормальненькие вот это мои эти сеансы посадила я так что вот так все таки я считаю что под стеллажом они растут хорошенькие под цветом и я разорилась разорилась вот купила стеллаж и теперь водичку для них покупаю чистую в магазине и поливаю моих красавцев вот вот такие и вот эти красотулечки какие батюшки какие все вытянутые да вот так что если конечно ну как профессионалы занимаются же уже конкретно цветами естественно них и по и подсветка и все есть и рука у них уже набитая так что мы тоже будем стараться вот что еще хотела вам показать я четыре дня назад купила у женщины тоже глоксиния ой сорт уже забыла опять какой вот посмотрите тоже у нее какие вытянутые позвоню я узнаю какой сорт у них какой это сорт тоже забыла могут ведь тоже она какая вытянутая так получается 100 граммов и рюмочки но я что сделаю я уже листочки обрежу и укореню их потому что сорт мне тоже понравился и сейчас покажу деточку вот она мне дала еще вот тоже я купила тут вот что то написано деточка видите тут вообще 50 грамм рюмочка смотрите она какая вся тонюсенькая видите вот вся такая если вот деточка с листочка вон какая вся тонюсенькая такая вот все она четыре дня постояла я теперь это завтра все сделаю срежу укореню ее и пусть растет так что вот так и вот эту я купил у нее вот посмотрите что здесь это получается корни у нее это что фитилю на фитиле было я не пойму что это ужас ужас что-то здесь такое вот на этой листочке я все лучше по обрываю ой по обрезаю и укореню вот вот что так что будем стараться так что будем стараться растить чтобы были красивые сорта чтобы мы были довольны и чтобы все у нас было хорошо мои хорошие если что-то я не так говорю я прошу прощения пожалуйста я тоже волнуюсь тем более на камеру и я бы хотела сказать так если что-то говорю неправильно пожалуйста пишите в комментариях исправьте меня поддержите меня посоветуйте чтоб все было правильно потому что глоксиния как сказать это сейчас мое утешение успокаивает мою нервную систему и я стараюсь все для этого сделать вкладываюсь чтобы нервная система была спокойна и чтобы пышное цветение было всех люблю целую мои хорошие пока пока